Доброе утро! Почему-то в России их традиционно называют алкоголичками. Но мне бы хотелось заступиться за этот небольшой, но важный предмет одежды. О модных майках сегодня и поговорим. Этот предмет гардероба без рукавов был своеобразной эволюцией мужского нижнего белья. Раньше оно напоминало плотный комбинезон, но когда в начале прошлого века на рынок хлынули отдельно трусы и отдельно майка без рукавов, человечество облегченно вздохнуло. Это ведь гораздо удобнее, дешевле и не так жарко. А носили нижнее белье с конкретной целью, чтобы не пачкать потом верхнюю одежду. Известный французский модельер, пионер в создании спортивной одежды Жан Пату, часто использовал в своих коллекциях этот предмет. В 30-е годы прошлого века дамы позаимствовали у мужчин майку и сделали ее предметом унисекс. Это сохранилось и до наших дней. В советской музыкальной комедии 1934 года «Веселые ребята» Гелена, модная героиня Марии Стрелковой, загорают на берегу моря в шортах и в майке с эмблемой спортивного клуба. В 1951 году Марлон Брандо получил всемирное признание благодаря роли Стэнли Ковальски в фильме «Трамвай желания» по пьесе Тенниси Уильямса, где он снялся в майке. После этого фильма майка стала культовым предметом одежды и мастхэп на все времена. А в конце 80-х солистка шведской группы Rockset Мари Фредриксон появилась в клипе на песню «Listen to your heart» «Послушай свое сердце» в маленьком черном платье майки. И оно стало мечтой каждой девчонки того времени. В самый разгар лета стилисты предлагают внедрять майки в образы с классическими брючными костюмами, в комплекты в эстетике гранж, в аутфиты бельевого стиля, в спортивные комплекты, в вечерние наряды и даже в женственные костюмы в стиле нью-лук. Сейчас наблюдается некое многообразие майок, например, с тонкими бретелями, очень короткие майки, асимметричного кроя, с боковыми вырезами на талии, майки с вырезом на одно плечо. Множество идей воплотилось в платьях-майках, среди которых я бы отметил длинные вечерние в стиле минимализм, пышные в стиле бэби-долл, аккуратное платье комбинации и, наконец, платье шелковой бахромой в эстетике 20-х годов прошлого века. Сегодня модные майки шьют из хрустящего хлопка, натурального шелка, искусственной кожи, плотного трикотажа и даже вяжут крючком в модной технике кроше. Актуально носить майку поверх короткого лонгслива, надевать под коктейльное платье в пайетках или под жилеты с грубой кожи, а также носить под туго затянутым корсетом, а еще вариант, который совсем недавно считался небрежным и кошмарным, надевать под белую майку бюстгальтер контрастного черного цвета. Мужчинам дизайнеры рекомендуют классические майки, как у Стэнли, героя Марлона Брандо, смелые с глубоко вырезанными проймами, искусственно состаренные с дырками, любимые в мелкую сеточку с асимметричными вырезами, а еще с лаконичными надписями в пеструю полоску с газетным принтом, выкрашенные старинным методом тай-дай, собранные в технике пэтч-вок. Предлагают носить традиционную белую майку с летними костюмами в пижамном стиле или с остромодными многослойными комплектами одежды. Лето – то самое время, когда майки смотрятся органично в любых сочетаниях. Не отказывайте себе в удовольствии дополнить летний гардероб стильной одной или даже парочкой маек. Будьте модными и успехов вам!